ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! Нам понадобится 280 граммов муки, 100 грамм сливочного масла, 2 яйца, 1 в тесто, 2 для смазки, 1 чайная ложка дрожжей, 1 чайная ложка соли, 100 миллилитров сметаны, 130 грамм сыра. Смешиваем муку с дрожжами и с солью сразу. Сюда же отправляем сметану, сливочное масло, у меня оно еще немножко жесткое, берите, чуть помягче, яйцо. Вот такое мягкое тесто получилось, оно совершенно не липнет, очень удобно с ним работать. Накрываем его пленкой и оставляем для увеличения в объеме в 2 раза. На это уйдет минут 30-40. Сыр натираем вот такой вот соломкой, на крупной терке, на обычной. Тесто расстоялось, у меня ушел целый час, может быть у нас дома не так жарко, но вот оно какое пушистое. И теперь раскатываем его, оно такое хорошее, эластичное, раскатываем его толщиной в 1 сантиметр. Очень мягкое такое тесто, я раскатала даже чуть тоньше, еще нам понадобится растительное масло, немного, пару ложек, аккуратно смазываем, раскатанный лист, он она аж настолько пористая, что рвется, и раскладываем на поверхности половину сыра, я взяла даже два разных вида, у меня еще кусочек лежал другого в холодильнике, я решила смешать. Посмотрим, как это повлияет на вкус, потому что мой первый кусочек, который я взяла, был достаточно соленый, пробуйте всегда сыр, а то вот так вот можно пересолить блюдо, даже не знаю, как так получилось. Теперь складываем еще вот такими вот конвертиком, дадим полежать буквально 5-7 минут. И теперь аккуратно раскатываем тесто в прямоугольник. Толщина теперь теста должна быть 2 сантиметра, то есть это будет не тонкое тесто. Вот такая красота получилась, и теперь аккуратно смазываем яйцом взбитым. Я добавила в яйцо немножко молока, но можно этого и не делать, это уже на ваше усмотрение. Хорошо смазали и посыпаем оставшимся сыром. Я думаю, что можно их и потоньше сделать, но буду пока делать все как по рецепту. Сыр прям можно даже вдавить так, чтобы он не убегал и не терялся. Теперь аккуратно разрезаем наш пласт вот на такие пироженки практически. Перекладываем наши сырные палочки на смазанный противень. И будем выпекать при температуре 190 градусов 25-30 минут. Ну смотрите, у всех духовки разные, ориентируйтесь на свою духовку. Какие же красивые они получились! Посмотрите, здесь видна слоистость, здесь зажаристый такой вот сыр. Для любителей сыра, я думаю, что это великолепная выпечка. Конечно, они какие-то не пальчики, а самые настоящие сырные пироженки. Остужаем на решетке. Наши пальчики остыли, осталось только попробовать. Смотрим, что же у нас получилось. Во-первых, тесто нереально ароматное, оно пахнет очень вкусно. Во-вторых, вот я не знаю, как вы, но мне вот эти штучки так нравятся отламывать. И они, конечно, ну это сыр зажаренный, это очень вкусно. Пробуем. Тесто очень хрустящее, оно вот прям такое рассыпчатое и преном, но я бы даже сказала слегка слоеное. Напоминает старый советский рецепт слоеного, ленивого слоеного теста на сметане. Наверное, что-то это подобное. Прекрасная, ароматная, чудесная выпечка. Я думаю, что мужьям нашим точно понравится, детям обязательно готовить нужно, пробовать. Конечно, блюдо сильно не диетическое, но при этом невероятно вкусное. Очень рекомендую. Ну все, я пошла кормить свою семью. С вами была я, Валерия, это проект Другая Кухня. Не переключайтесь, впереди много вкусного.